Всем привет, с вами Веб, и сегодня мы не будем ничего исследовать. Но зато я буду отвечать на ваши комментарии, благо их накопилось уже достаточно. Но, прежде чем мы начнём, я хочу попросить тебя вступить в мою группу ВКонтакте. Да-да, я собрался с духом и решился её всё-таки сделать. Ссылка будет где-то здесь на экране и в описании, вступайте. Ну а мы начинаем. Веб отвечает. Гробовщик тоже клялся, что это был его настоящий голос. А потом стал менять всякие разные доп-эффекты, из-за чего и скатился. Ладно, я понял, что вы мне на слово не верите. Окей, давайте пообщаемся лично. Где-то вот тут я оставлю свой скайп, добавляйтесь, все добавляйтесь, поговорим. И вы убедитесь, что мой голос настоящий, и сам я вполне живой человек. Но на всякий случай объясню, как меня добавить в скайп. Скачиваете, логинитесь и заходите в скайп. Вбиваете в поиски webtalks, добавляете, звоните и ждёте ответа. Всё просто. Ну а мы двигаемся дальше. Уеб отвечает. Доскатилось шоу в угле, дисс-отписка. Все эти разговорчики со зрителями, унылые шуточки. Не на это мы подписывались. И да, я скажу, что это всё шоу, без сомнения. Но понимаешь ли, в чём тут дело, дорогой мой лохматый друг? Если бы это не было шоу, ты даже на меня бы никогда не подписался. А впрочем, давай я тебе покажу, как бы выглядели мои видео, не будь они шоу. Всем привет, с вами Web, и сегодня мы посмотрим сайт Google. Вот видите, тут вот такой вот интересный логотип. Вот тут менюшки разные, тут почта есть, видео, новости и всё такое. В общем, Google очень полезная штука. Если вы хотите что-то найти, то обязательно пользуйтесь Google. Ну вот, в общем-то, вот и всё, что я хотел сказать. Не бейте меня сильно, я начинающий ютубер. И в общем, ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео, пока. Ну как, нравится? Если да, то обязательно смотри мои первые видео. Там уж шоу точно нет. Когда вам нельзя снимать видосы? А животным нельзя писать комментарии, но ты же пишешь. Поэтому, с твоего позволения, я буду и дальше снимать видео. Окей? Ты ведь не против? Ну и отлично. Что за язык, сука, за эльфийский? Самому не противно, чёрт. Скобочка, скобочка, нулик. Фу, иди нахуй, урод ёбаный. Слушать невозможно, мерзость. Ох, спасибо за этот... Великолепный комплимент. Итак, кем я являюсь по представлению подписчиков? Теперь я еврей, американский шпион и эльф. Кстати, если среди вас есть художники, то, пожалуйста, нарисуйте меня евреем, американским шпионом и эльфом. Пожалуй, это станет моей новой аватаркой. Ах да, чуть не забыл, Аптём. Ты ведь назвал меня высшим умным существом. Так вот, если я эльф, то ты ёбаный гоблин. Немытый, вонючий, тупой. Ладно, поехали дальше, мои подписчики-эльфы. Незачем нам тратить время на это невежественное существо. А мне нравится смотреть, как бегают горящие кошки. Так что я думаю, ничего плохого те девки не сделали. Надеюсь, в ближайшем будущем, когда ты состоишься в жизни, и у тебя появится семья и дети, то однажды ты выглянишь в окно своей квартиры и увидишь, как твою дочку подожгли. Думаю, тебя это должно немало развеселить. Ведь это ты у нас такой весь манкин, циник, нигилист. Убар отвечает. А почему ты считаешь, что у российских авторов нет крутых произведений? Просто интересно. Мне это на самом деле тоже очень интересно. Действительно, почему? Почему я не могу зайти в книжный магазин и не взять с полки какую-нибудь книгу под авторством какого-нибудь Ивана Иванова и прочитать хорошую фантастику, которая брала бы за душу? Увы, таких книг нету. Не знаю, по-моему, у российских авторов очень плохо с фантазией. Вымысел им дается с большим трудом. Ну а почему так происходит, я не знаю. Точнее, я догадываюсь, но озвучивать свои догадки лучше не буду. Покопайтесь в истории, там всё есть. Уэб отвечает. Уэб, ты читаешь книги? Да нет, конечно не читаю, зачем они мне? Я зайду лучше в интернет и подеградирую. Вот. Уэб отвечает. Вообще-то Адольф не застрелился. Он выпил яд, который был вшит в погоны, назову это так. Ладно, вбиваем в гугл. Адольф Гитлер. Заходим на Википедию. Листаем, листаем, листаем и читаем. В советской историографии утвердилась точка зрения, что Гитлер принял яд. Санни стыкали, как и большинство покончивших с собой нацистов. Однако, по свидетельствам очевидцев, он застрелился. Что, собственно, и требовалось доказать. Знаете, очевидцам я как-то больше доверяю, чем советской историографии. Уж извините. Уэб отвечает. Вопрос не по теме. Ты смотрела Айтипедия? Они делают довольно забавные видео. Братья обмазываться. Смайлик в кавычках. Уже кто-то писал, кстати, что братья обмазываться уже была у какого-то там ютубера, не знаю у какого. И я типа скопировал эту фишку у него. Но нет. Я ничего не копировал. Я просто взял мемчик, где чувак такой втирает себе в лицо. Обмазывает себя чем-то там мемасиками. И просто решил так сделать такую шутку. Не более того, ничего не копировал. Что касается первой части вопроса, то нет. Айтипедию я постоянно не смотрю. Два видео где-то посмотрел, но не более того. Уэбб отвечает. Адольф не застрелился, а умер в 2011 от старости. Но он долго жил, ибо держался до конца и хотел разродить третий рейх. Алекс, единственный совет, который я могу дать. Заканчивай смотреть РЕН-ТВ. Ибо до добра это дерьмо не доведет. Уэбб отвечает. Лис в лесу лисил лису. А теперь ждем реакции Уэбба. Ну, если честно, я охуел. Уэбб отвечает. А какая, по твоему мнению, литература нормальная? Ну, идеалом я считаю книгу Уильяма Хёрт... Именно по ней Нолан, кстати, и снял свой фильм. Но даже этот великолепный фильм получился хуже, чем книга. Ну и, конечно, замыкает мой топ писателей Саймон Грин со своим «Тёмное сердце Лондона». Это еще одна великолепная книга, которую, будь моя воля, я читал бы не останавливаясь. Уэбб отвечает. Хэштег «Уэб ответь». Как ты думаешь, существует ли красная комната? Классная идея, Вита. Она просто суперклассная. Обращаюсь ко всем своим зрителям. Если вы хотите задать вопрос и получить на него ответ, то пишите впереди вопроса. Хэштег «Уэб ответь». Так я быстрее найду ваш вопрос и, соответственно, отвечу на него в следующем выпуске «Уэб отвечает». Ну а что касается красных комнат, то они, конечно же, существуют. Более того, скажу, я сам записываю все выпуски из красной комнаты. Вообще, меня заставляют делать видео. А если я не сделаю, то мой похититель обещает меня убить самым жестоким образом. Только никому ни слова об этом. Уэб отвечает. «А ты не боишься, что в Дин прекрасный день ты в такой проснешься?» «Замолчи свой рот. Твой айпи уже у нас». Ну всё, Сергей сказал, что айпи его у меня. Блядь, чё я несу? В общем, Сергей сказал, что мой айпи у него. Всё, закрывай канал, всё. Ничего, никаких больше видео, никаких красных комнат, никаких маньяков-убийц, никаких каннибалов, сатанистов, Джастинов-Биберов и всего такого. Всё. Сергей сказал, значит, надо делать. Всё. Чувак, ты моралфак, если честно. Не, чувак, ты ошибаешься. Я совсем, совсем не моралфак. Просто я не манкин циник, как многие в интернетах. Запомните, пожалуйста, демократия — это не вседозволенность. Я целиком и полностью за свободу слова. И когда кого-то притесняют, мне становится не по себе. Ну а что касается морали, то я против морализаторства. Только конченый ублюдок будет морализировать. Дескать, вот это одевать плохо, и это слушать плохо. Но подожди, пидор ты гнойный. Я делаю всё, что я хочу в рамках закона. И никто мне не указ. Всё то же самое, кстати, касается и вопросов ориентации. Я против притеснения гомосексуалистов, и именно поэтому я не удаляю комменты хейтеров. Да еблан этот веб. Хуйню какую-то выкладывает, думает пиздец он харекер. Невъебенный, продуман пиздецкий. Нихуя толкового и реально интересного так и не сделал. Зато обдристать какой-то сайт или паблик, где... По его мнению, капсом написано. Хуйня какая-то, это он мажок. Пиздюк какой-то, видимо, просто соплями оброс. Пожалуйста, запомните этот комментарий, ведь именно так выглядят и пишут шизосталкеры. А ещё, пожалуйста, обратите внимание на ник этого человека, хотя человеком его можно назвать только с большой натяжкой. Ведь слово эра переводится как ошибка. И это, по-моему, весьма символично и забавно. Ладно, свою дозу негатива я уже получил. Давайте зачитаем что-то более позитивное. Здравствуйте, многоуважаемый веб. Извините, что отвлекаю вас. Я хотела бы высказать своё мнение о вас. Думаю, вас это не интересует, но всё же, вы замечательный человек. Вы снимаете превосходные и информативные ролики. Благодарю вас за это. Тематика вашего канала уникальна. Я очень рада тому, что на просторах видеохостинга YouTube появился опытный надсталкер. Также следует подчеркнуть, что вы грамотный человек. Это, если честно, несказанно радует. Ваше сообщение приятно читать, ибо все буквы на месте и запятые везде расставлены. Вы правильно и грамотно излагаете свою мысль и в письменной и в устной речи. Я понимаю вас с полуслова, при том, что я, извините за подобное слово, ни шагу в дипфэбе. Вы прекрасно шутите, а ваши фразы можно записывать в цитатник. И знаете, о вас можно говорить бесконечно, но я, пожалуй, делать этого не стану, ибо вы устанете читать мои сообщения, если вы вообще на них взглянете. Напоследок хочу подарить вам небольшую изрисовку, которая способна донести мои взгляды, касающиеся вас. Да, я не великий художник, но попробовать стоит, и да, это самый худший рисунок, который вы видели. Надеюсь, что вы прочитаете это сообщение. Честно, это сообщение меня шокировало, в лучшем смысле этого слова. Я даже сейчас не нахожусь, что сказать. Так что буду предельно лаконичен. Спасибо, Александра, вы меня очень мотивировали на долгие месяцы вперёд. А рисунок? Рисунок просто замечательный. Мне он очень понравился. Вы все его, наверное, уже видели. Про Тихий дом видео, я там его вначале вставлял. Кстати, да, присылайте свои художества, если вы умеете рисовать. Да и если не умеете, то тоже присылайте. Я буду вставлять их в начало видео. Дорогой Веб, я узнала о твоём канале от канала Фантом, и мне понравилось. Все твои видео иногда пугали, а иногда впечатляли. Я их всегда смотрю в 12 ночи. Ха-ха. Ты очень классный ютубер, я желаю твоему каналу успеха. Спасибо тебе за все твои видео. Ну а дальше подпись. Мирьям. Ну, что тут сказать. Вам спасибо за то, что цените и смотрите. Думаю, без вас бы у меня ничего не получилось, и я бы забросил канал в первую неделю. Но как бы не так. Он уже живёт на протяжении 4 месяцев. Ну почти. И всё это не в последнюю очередь благодаря вам, моим постоянным зрителям. Так что ещё раз спасибо за тёплые слова поддержки. Они мне действительно помогают. О, Барф отвечает. Хорошо, что ты не зажравшийся, как все ютуберы. Никто не отвечает, а ты так быстрый. Но Евгений, ты рано радовался. И дело тут не в том, что я становлюсь зажравшейся скотиной. Просто взгляните на этот счётчик сообщений. Их более сотни, и я не смогу ответить всем при всём желании сразу. Мне, конечно, безумно приятно, что мне кто-то пишет, и что я кому-то интересен, но нужно выбирать. Или я делаю видео, или я отвечаю на все сообщения. Я делаю выбор в пользу видео, и думаю, вы меня поймёте и поддержите. Так или иначе, я буду отвечать на сообщения, но буду делать это постепенно. Иначе новых видео вы просто не дождётесь. Надеюсь на внимание и понимание. О, Барф отвечает. Ты прикольные видосы снимаешь? Продолжай в том же духе. Большое надсталкерское спасибо, Макс. Обязательно продолжу. Но уже в следующем выпуске. Так или иначе, прежде чем закончить этот выпуск, Я хочу передать вам всем удачи от Михаила Ли. Ну и, конечно, передать привет от Георгия Крючуна. Конечно, привет в конце видео смотрится очень странно, но я вообще сам по себе очень странный человек. Но думаю, вы уже это заметили. Ну а чтобы поток безумия не останавливался, пожалуйста, поставь лайк. Подпишись на канал, если ты ещё не подписан, и расскажи об этом видео друзьям. Всеми этими несложными действиями ты очень поможешь каналу. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, рассказывайте об этом видео друзьям, и новые выпуски не заставят тебя долго ждать. Ну а с вами, как всегда, был Уэб. Всем до скорых встреч на просторах Дипнета и обычного интернета. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok